МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У меня у дочек есть куколка-дочек. Дома? Да. Посмотри, какой мальчик еще. Ой, красивый. Я мальчик Митя. Красивый? Какой милый. Приучать к игре в куклы девочек необходимо с самого раннего возраста. Причем играть именно в дочки-матери. Когда девочки заботятся о куколках, как о своих будущих детях, когда они их кормят, укладывают спать, переодевают. Именно для этого мы им связали новые комплекты одежды, чтобы у них было желание переодеть, поменять кофточку, пойти гулять, покормить их. И это обязательно, мне кажется, очень правильно при воспитании девочек, для их развития дальнейшего. В куклы волонтер Вера Самарова, можно сказать, играет до сих пор. Началось все с игрушек, потом с увлечения вязать им одежду. Позже, когда стала мамой и бабушкой, обвязывала нарядами сына и внучку. Теперь вновь вернулась к своей любимице кукле, которой уже исполнилось полсотни лет. Было такое, что уже и внучка выросла, и вязать как бы это. А клубки остаются. Думаю, ну что, у меня кукла есть. Она хорошая, как бы, ну, хорошего производства и хорошо сохранилась. Я начала куклю вязать. Муж с работы приходит, что вяжешь, опять кукли? А кому, говорю? Ну вот кукли. Вязала и связала целый чемодан. Его везла на землю, правда. Вот там у меня и кукла, и одежки. Когда приезжаю, то кукле меняю наряды и в новом оставляю ее. Любовь постучать спицами оказалась востребованной. Свои клубочки Вера Ивановна теперь разматывает от всей души. Вместе с подругами с удовольствием вяжет для малышей, для пожилых людей, а теперь вот и для детей, посещающих реабилитационный центр. За неделю они связали 12 комплектов одежды. Правда, поиграть в куклы девочкам еще не дают из-за санитарных правил, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Своего звездного часа игрушки подождут пока на полках в шкафу. А пока к рукодельницам в руки отправились очередные Митти, Насте и Маше, чтобы сменить свой наряд. Ну все, поедете со мной, наденем новые платья и будем на Новый год красивые. Субтитры создавал DimaTorzok